Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров 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 А.Егорова Черкесский парламент Али Асланов. С главным докладом выступил президент МЧА Хаутий Сахроков. В своем выступлении он рассказал о пройденном за три десятка лет пути становления и развития ассоциации. О накопленном опыте в деле сохранения языка и культуры адыгской нации. Выстраивание долгосрочной политики, направленной на укрепление единства черкесов. Рост национального самосознания, воспитание у подрастающего поколения традиционной системы духовно-нравственных целей. Одним из главных вопросов обсуждения Расширенного совета стало выражение позиций МЧА к инициативам президента России Владимира Путина по проведению специальной военной операции. Да, мы с первого дня члены МЧА, которые составляют явное большинство, были не только согласны и поддержали, но и официально делались заявления в адрес нашего президента России о том, что мы не только понимаем, поддерживаем все цело, но и готовы оказать всяческое содействие в проведении этой специальной операции. Наша Россия должна отстоять свою независимость, суверенитет, в том числе и мы, составляющие Великой России, нашей республики, наш народ, адыго-черкесский, исторической родиной которой является Россия. Выступающие говорили о проблемах, которые есть перед черкесским народом во всем мире. Какие проблемы у заграничных адыгов. Разговаривали про репатриацию и сегодняшние актуальные проблемы. Все были подняты. Кроме этого, разговор шел о сегодняшней ситуации в нашей стране, по отношению наших соплеменников к этому всему. И все вопросы были разобраны. Руководители адыгских общественных организаций обозначили свое видение и место в происходящих событиях и призвали к консолидации в общем стремлении отстаивать интересы, суверенитет и целостность страны. Участники Расширного совета МЧА в своих выступлениях подчеркнули, что ассоциация не остается в стороне от общественно значимых изменений в жизни страны и занимает активную позицию. Одной из основных и уставных задач остается содействие укреплению мира и согласия между народами, а также предотвращение конфликтных ситуаций. Фатима Даурова, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Нальчик. Итоги минувшего года и планы по социально-экономическому развитию населенных пунктов Рубского района обсудили в ходе рабочей встречи глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов и глава администрации района Михаил Зайцев. На встрече было отмечено, что основной упор при развитии района делается на строительство новой и реконструкции имеющейся инженерной инфраструктуры, вода и газоснабжения. Так, в 2022 году в Преградной построено около 4 километров газоразводящих сетей. Газ подведен к границам порядка 450 земельных участков. Ведется проектирование межпоселкового газопровода Преградная Курдженова. В селе Уруп в текущем году стартует строительство свыше 13 километров разводящих газовых сетей. В этом селе уже построили 300 метров нового водопровода. Продолжается строительство водопроводных сетей в селе Псемен. Одним из важнейших итогов минувшего года стало досрочное завершение берега укрепления на реке Уруп в Преградной, что позволило защитить от подтоплений три сотни домов. Завершились и работы по рекультивации, в первую очередь, хвостохранилища Урупского ГОКа. В завершении года поселок Медногорский был признан самым чистым населенным пунктом Карачаева Черкесии, в чем, как подчеркнул Рашид Темрезов, безусловная заслуга местных жителей и их неравнодушие к окружающей среде и родному поселку. Погода в нашем регионе переменчива и нестабильна. Несколько дней могут стоять ночные морозы и утренняя изморезь, а через время дневная температура может прогреваться до плюс 15, и это все в январе. А любители порыбачить или просто походить по льду, измерить его толщину, очень много, среди которых и дети. Наш корреспондент Альбина Курачинова-Кенжева встретилась с сотрудниками МЧС. Дети с нетерпением ждут зимой снега и морозов. И одна из любимых забав – игры на замерзших водоемах. К тому же и рыбаки жаждут зимней рыбалки. Самые нетерпеливые желают перебраться на другой берег, когда лед еще не окрепший, подвергая свою жизнь и здоровье серьезной опасности. Тонкий лед очень опасен, и нахождение на водоемах детей и взрослых в этот период представляет серьезную угрозу их здоровью и жизни. На территории Карачао-Черкесской республики уже несколько дней сохраняется плюсовая температура воздуха в дневное время суток. В связи с этим лед на водоемах региона становится рыхлым и мягким. В некоторых местах образовываются промоины. Также образовываются воздушные карманы под толщами льда и водной поверхностью в водоемах, так как уровень воды в зимнее время может перепадать. Дети не осознают все опасности, и поэтому родителям нужно быть на чеку. Что могут сделать родители для того, чтобы предупредить трагедию с их ребенком? Объяснять, показывать, рассказывать так, чтобы и ребенку, и подростку стало интересно вас слушать. Приведите примеры несчастных случаев с детьми и взрослыми, а малышам продемонстрируйте мультики, красочные книжки, программы. Выход на тонкий лед опасен. Следует помнить, что самые опасные участки можно заметить по темным пятнам. Это не окрепшая наледь, признак того, что передвигаться по этому участку очень опасно и можно провалиться. Нельзя проверять прощесть льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется, что тут немного воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае немедленно отойти по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног от льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределилась на большую площадь. И детям, и взрослым нужно знать, что водоемы замерзают неравномерно, по частям. Сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. Лед становится прочным после того, как установятся непрерывные морозные дни. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Лед не прочен в местах быстрого течения стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов. Крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега. Убедительная просьба родителям не отпускать детей на лед, на рыбалку, катание на лыжах и коньках без присмотра. Также убедительная просьба для любителей зимней рыбалки. Во время рыбалки не бурить много лунок на маленькой площади, так как это может повлечь неблагоприятные последствия. Сотрудники настоятельно рекомендуют взрослым быть на связи со своими детьми и быть в курсе событий, происходящих в жизни их домочадцев. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня день российского студенчества. Молодежь региона с праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. В Карачаево-Черкесии ежегодно выпускаются специалисты в самых различных областях, педагоги, инженеры, специалисты в сельском хозяйстве, информационных технологиях, торговле, промышленности, энергетике и другие. Наши ребята успевают не просто получить специальность, но и проявить себя в общественной жизни, демонстрируя активную позицию, вносят вклад в развитие гражданского общества и участвуют в благотворительных акциях и социальных проектах. «От всей души желаю вам, дорогие студенты, успехов во всех начинаниях, высоких результатов в учебе и достижения всех поставленных целей», говорится в поздравлении главы Рашида Темрезова. В Карачаево-Черкесии стартовал месячник патриотической спортивной и оборонно-массовой работы. В Республиканском колледже индустрии питания, туризма и сервиса он пройдет под особенным девизом «Святое дело Родине служить». За это время запланировано много мероприятий патриотической направленности, в которых самоактивное участие будут принимать студенты. Старт месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы увидела Фатима Даурова. Уже стала доброй традицией в колледже каждый понедельник начинать учебный день с церемонии выноса государственного флага России. Право нести один из главных символов страны предоставляется отличникам учебы. «Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, на божьей новой великой весной». А сегодняшняя торжественная линейка еще посвящена открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Это значит, что на классных часах, уроках мужества мальчишки и девчонки будут говорить о гражданственности и патриотизме, будут встречаться с ветеранами войны, участвовать в военно-спортивных играх, эстафетах, заниматься проектами патриотической направленности. Одним из таких стало участие в оказании гуманитарной помощи в поддержку военнослужащим. Например, недавно мы отвозили помощь солдатам, мы писали письма, собирали еду, носки, теплую одежду, отвозили в специальный фонд. То есть пытаемся как-то, ну мы волонтеры еще, пытаемся таким образом поддержать наших солдатов, которые сейчас, к сожалению, на войне. За активную социальную позицию и большой вклад в реализацию государственной политики в области социальной защиты ветеранов а также гражданско-патриотическое воспитание молодежи, колледж индустрии питания, туризма и сервиса был отмечен особой благодарностью Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации. Директор колледжа Виктор Китаов отметил, что работа по патриотическому воспитанию молодежи является одним из приоритетных направлений учебного заведения. Сегодня патриотическое воспитание является одним из приоритетов вообще в области воспитания не только в нашем колледже, но и по всей нашей стране. Мы с вами прекрасно видим и знаем, что сегодня нашей стране нужны ответственные, законопослушные, высоконравственные граждане Российской Федерации, которые любят свою родину и могут ее защитить. И поэтому вся наша работа направлена на достижение, на реализацию вот этих вызовов, которые у нас имеются в нашей стране. Студенческий комитет занимается не только молодежной жизнью колледжа. Председатель Студкома и его заместители являются полноценными представителями педагогического совета и участвуют в обсуждении всех вопросов, которые касаются учебного и воспитательного процесса. Их мнение учитывается руководствами и педагогами при принятии определенных решений. Такое сотрудничество обеспечивает взаимопонимание и, как следствие, улучшение показателей в учебе. Фатима Дурова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите интервью с министром образования и науки Карачаева-Черкесии Инной Кравченко. Тема – год педагога и наставника. Слово корреспонденту Альбине Ламковой. Здравствуйте, Инна Владимировна. Здравствуйте. Благодарю вас за встречу. 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Расскажите, пожалуйста, насколько профессия учителя престижна в нашей республике и что нужно для повышения ее статуса? Спасибо за вопрос. В рамках повышения статуса педагога, популяризации профессии учителя президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Уже сформирован на федеральном уровне план реализации мероприятий в рамках данного года. На уровне Карачаево-Черкесской республики также на сегодняшний день утвержден план мероприятий, состоящий из 70 пунктов. За реализацию всех мероприятий будут нести ответственность руководители всех абсолютно уровней органов исполнительной власти. Сегодня делается много для того, чтобы молодые люди пришли в профессию педагогическую. Сегодня работают программы и федеральные, в том числе и муниципальные программы, и региональные программы по поддержке молодых учителей. Проводятся конкурсы профессионального мастерства. Это и учитель года, в том числе и воспитатель года, мастер года, лучший по профессии, лучший руководитель образовательной организации и многие-многие другие. Сегодня пересматриваются рабочие планы и программы многих высших учебных заведений, которые готовят педагогов. Допускается сегодня уже преподавание педагогов в общеобразовательных организациях и в дошкольных образовательных организациях, которые являются еще студентами и учатся на последних курсах высших учебных заведений или средних профессиональных образовательных организаций. Есть множество программ по поддержке педагогов, в том числе и программа «Земский учитель», в которой наша республика принимает участие уже в третий год. То есть порядка более 50 педагогов в рамках программы «Земский учитель» получили меры господдержки. И сегодня 49 учителей приехали в наш субъект и делятся своим педагогическим опытом и работают в школах, расположенных в сельской местности. В 2023 году мы также являемся участниками данной программы. И хочу отметить, что выплаты в размере 1 миллиона рублей, компенсационные выплаты, получают не только из федерального бюджета, но по поручению главы Карачаева Черкесской Республики с 2022 года к этим выплатам добавились и республиканские выплаты в размере 100 тысяч рублей. И в рамках проведенных мероприятий и поставленных задач на 2023 год Рашид Борисбевич дал нам уже поручение подготовить также определенный круг, мер поддержки для молодых педагогических работников на 2023 и последующие годы, над чем мы сегодня и работаем. Инна Владимировна, за последние годы образование наше российское получило колоссальный приток инвестиций. Строятся детские сады и школы, обновляется материально-техническая база, открываются инновационные центры. Несмотря на непростой год, в нашем регионе было реализовано ряд проектов. Расскажите об основных и что планируете проводить в этом году, как в этом направлении будет обустраиваться работа. Спасибо за вопрос. 2022 год для нас был достаточно результативным и показательным. Мы продолжали работу по реализации национального проекта образования. В рамках данного проекта и реализации регионального проекта «Современная школа» было строительство новой школы на 960 мест в селе Учкикен. Эта работа будет продолжена и в 2023 году. Школа должна быть завершена, строительство школы, и в 2023 году к концу года введена в эксплуатацию. Это одна из самых больших школ, хочу подчеркнуть, в нашей республике. Также в 2022 году мы продолжали работу и по проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Хочу отдельно остановиться на этом проекте, поскольку он был самым, я считаю, таким достижимым, массовым, глобальным в этом году. Благодаря поддержке главы нашей республики Рашида Борисбевича Тимрезова нам удалось создать в 2022 году и открыть новый центр по выявлению, поддержке и сопровождению талантливых и одаренных детей. Вот такой новый центр, который разместился на 10 тысячах квадратных метров, появился в нашей республике. И сегодня хочу отметить это излюбленное место наших всех школьников, которые проводят свое основное и досуговое время в стенах данного учреждения. В рамках года людей с ограниченными возможностями здоровья была открыта школа, я хочу подчеркнуть, это первая республиканская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день в этой школе обучается 107 воспитанников. Это детки с разной нозологией, то есть порядка 9 нозологий в этой школе обслуживается. Сегодня на образовательном рынке мы поняли, что такая школа необходима в нашей республике. И опять же, благодаря поддержке Рашида Борисбевича такая школа в нашей республике появилась. Я считаю, что это основные достижения за 2022 год. Что касается 2023 года, то он будет не менее насыщенным и интересным, у нас будет одновременно строиться еще 4 школы, то есть всего в 2023 году будет произведено строительство 5 образовательных организаций. Но я за всю историю, честно сказать, не помню, чтобы одновременно строилось 5 больших школ. Вот 2023 год будет именно вот таким вот у нас насыщенным. Также мы будем открывать центры естественно-научной и гуманитарной направленности точки роста, создавать цифровую образовательную среду. Впервые в нашей республике появится центр IT-куб цифрового образования детей. В 2022 году хочу отметить, что у нас также появился еще один кванториум в городе Черкесске. На сегодняшний день уже в нашей республике два таких кванториума. У нас также будут ремонтироваться спортивные залы в школах, расположенные в сельской местности. Таких объектов будет шесть. И работа уже на сегодняшний день начинает осуществляться нами. Мы полностью приступили к реализации национальных проектов уже в этом году. 18 из них с однолетним циклом. И капитальный ремонт был завершен в этих образовательных организациях. Ребята смогли вернуться в свои родные школы. Они стали более светлыми, уютными, просторными. Все учителя, начиная от руководителя образовательной организации, прошли повышение квалификации. В этих школах полностью обновили учебный фонд. Отдельным вопросом и очень серьезно относились к вопросам антитеррористической безопасности в данных образовательных организациях. Что касается 2023 года, то 19 школ у нас участвуют в 2023 году также в данной программе по капитальному ремонту. И плюс 5 школ у нас, это переходящие школы с 2022 года на 2023. Масштабная работа проводится по ремонту и в третьей школе города Черкеска. Дети переведены в 18 гимназию. И все с нетерпением, понятно, ждут возвращения в родные стены. Инна Владимировна, скажите, пожалуйста, когда это состоится? У нас третья школа города Черкеска попала в программу и является школой, в которой проводится ремонт в течение двух лет. Двугодичный цикл. Поэтому в 2023 году, к 1 сентября, все ремонтные работы должны быть завершены. В школе появится новая мебель и оснащение. Этому уделяется отдельное внимание. Будет обновлен книжный фонд. Все педагоги пройдут повышение квалификации. В школе на всех этапах присутствует родительский контроль, в том числе и педагогический контроль. Все работы и все решения, которые сегодня принимаются по капитальному ремонту и все вопросы, они согласовываются с родительской и педагогической общественностью. Это обязательное условие при проведении ремонтных работ в данных образовательных организациях. Поэтому мы верим в то, что с 1 сентября 2023 года все ученики вернутся в свою родную школу. Шестая школа недавно закрылась. Тоже на двухгодичный срок или чуть меньше? Шестая школа города Черкесска попала в однолетний цикл. Поэтому в течение 7-8 месяцев капитальный ремонт в шестой школе должен быть завершен. И с начала учебного года, 2023 года, ребята также должны вернуться в свою родную школу. Я на днях была сама лично, где разместились ребята в 13-й школе города Черкесска. Посмотрела и оценила условия, какие были созданы для ребят, которые перешли из шестой школы. Я хочу сказать, что достойные условия. Насколько налажена подготовка кадров в системе образования? Есть ли дефицит? Мы с вами должны понимать, что повысить качество образования в регионе без подготовки и повышения квалификации педагогов невозможно. Поэтому в первую очередь мы должны качественно обучать самих педагогических работников. Да, наши педагогические работники периодически проходят повышение квалификации, проходят всевозможные курсы обучения. Но мы видим, насколько много нововведений ежегодно происходит в системе образования. И за всеми этими нововведениями необходимо успевать. Поэтому курсы повышения квалификации, как правило, педагоги проходят даже не одни за год, а то порой и несколько. Инна Владимировна, как Вы оцениваете внедрение горячего питания для учеников начальной школы? И было ли сложно реализовать этот проект в нашей республике? Проект по поддержке горячего питания я оцениваю только с позитивной стороны, поскольку наши учащиеся с 1 по 4 класс сегодня имеют возможность получить горячее, сбалансированное, здоровое питание. Все, без исключения, все категории детей, учащихся с 1 по 4 класс, сегодня получат горячее питание. Сегодня на республиканском уровне мы рассматриваем вопрос и прорабатываем о том, чтобы горячим питанием были охвачены и учащиеся с 5 по 11 класс, а также все дети-инвалиды, а также дети, которые обучение осуществляют на дому. Если на дом мы не сможем предоставить горячее питание, то ребенок должен получить компенсацию за это горячее питание. Сегодня эти вопросы у нас прорабатываются совместно с парламентом нашей республики. Хочу также напомнить, что при организации горячего питания в каждой образовательной организации у нас присутствует родительский контроль. Каждый родитель может прийти, посмотреть, как организовано горячее питание в образовательной организации, ознакомиться с меню, посмотреть, как выглядит на сегодняшний день подача этого меню и все другие вопросы, которые интересуют сегодня родители, потому что вопросов получаем мы достаточно много. Инна Владимировна, спасибо за интересную и объемную беседу, но в то же время доступную. Спасибо вам за интерес к проблемам и вопросам системы образования.